Георгий, вот пятно, которое будет десорбироваться, какой у меня диаметр? И хватит ли вам массы? То есть, может ли вы измерить состав отдельной споры или отдельной бактерии? Да. И поскольку там порядка 10-12 получите, или даже меньше грамм, хватит ли вам по чувствительности? Нет, хватит. У меня чувствительность. Ну, короче говоря, чтобы мы берем, допустим, мы создаем вот такую же среду, вот такую же среду, что там. К счастью, у нас есть дамы. То есть мы берем вот эти, нам сейчас размололи барсенский грунт, и там 0,01 микрон. То аналог, наверное, все-таки не станет. Абсолютный аналог. Да, нет, но он перемолол. Это вот очень важно. А потом туда, вот по пересчетам опять, добавляем столько-то микробов. Один микроб, вот один микроб, он имеет массу, примерно как вот эти мелкие частицы, если их плотность 10-4, если в третьей 10-4. Представьте. Теперь дальше мы это все замешиваем и смотрим. Но вот в чем дело, Анатолий, чтобы ты понимал. Дело в том, что и микробы, и споры, они не будут гомогенно заполнять миши. Я там могу получить 4000 спектра. И вот это негомогенное заполнение временами будут выходить чистые микробы, временами будут выходить чистые минералы. И все, я уже все, приходи ко мне в лабораторию. Я не говорю по-русски. По-звзлески. Я очень-очень. Я хочу сказать вам, что это замечательное предложение. Я хочу спросить два момента. Первое, я думаю, что ваш видео было о том, что импакт на регулы. В этом видео вы тоже делали о том, что импакт на поларкап, где они будут импактовать на ice. В принципе, я не знаю. Мы только... Это очень famous, в городе Руссии, Попингиевский кратер. Но я изучал этот вопрос. В ice, если у вас нет воды, это один вопрос. То есть, если у вас нет воды, в этом случае, это абсолютно не так. В любом случае, я думаю, что вы показываете микробы being brought up 5 километров до 5 километров. Да. То есть, вы глубоко в пермафроз. Нет. И, поэтому, вы не должны просто посмотреть споры. Есть живые микроорганизмы в этот материал в этот материал. Да, да. И, по-моему, это сайз-дистрибующий выглядит очень много как бактерия. Я думаю, что вы правы. Это могут быть споры и живые бактерии в этот материал. В этом случае, мы бы хотели также попробовать наш инструмент для того, чтобы изучить, например, Европейский и и И из-за источника мы взяли. Мы пытались много раз, это эксперимент с источником, в сетях микробов. Очень трудно. В этом случае мы взяли в воду. И мы провели очень плотно эксперимент. И это будет perfect для рассмотрения для того, чтобы микробов, которые отзывали из гайзеров, чтобы собрать материалы из гайзеров и собрать микробов. Много, много возможностей. Спасибо. Георгий Георгиевич, Вы не сказали о солнечные космические лучи, о галактические космические лучи. На нас есть очень разреженная атмосфера. Это приведет тотально к уничтожению любой... Правильно. Нет, это все правильно. Но с другой стороны, я спрашиваю моих коллег, которые вот эти результаты получили. Там все время существует... Вы понимаете? Ну, мы сейчас обсуждаем вопросы 20-километровой высоты. Правильно, да? А на Марсе всегда существует тот ветер, который над поверхностью дунит. И там все время существует вот эта вот пылевая компонента. Да? И эта пылевая компонента достаточно плотная. И она, так сказать, достаточно толстым сон будет какое-то время покрывать. Для космических лучей... А? Для космических лучей ее не страшен. А космические лучи не страшен. Вот разрачная, да. Дианококус. Дианококус для космических лучей не страшен. Потому что, если даже там происходит нарушение, убили мы эту микробу, она восстанавливается. Вы понимаете или нет? Я... А? Да, да, конечно. Ну, давайте так. Мы знаем, что сейчас там несколько марсаковок есть, да? На поверхности Марса, которые, в общем-то, вооружены различным набором приборов. И последний период с этих, которые вы упомянули, в общем-то, весьма-весьма... Инструментарий этого марсохода весьма-весьма мощный. Спасибо. Мощный, да? Но пока что никаких, в общем-то, результатов прямой простых. Простой какой-то... Нет, единственное, слетать да посмотреть. Да? Извините. И следующий марсоход, который вот в 2022 запущен будет, основная цель этого марсохода будет заглубиться там, метра на два и так далее. Это очень рискованная затея. Вы понимаете или нет, этот прибор, он глобальный, он всё измеряет. В смысле, ему не надо искать место. А вы представляете, вот, искать, допустим, прииск золота на Земле, это примерно так, как на Марсе искать жизнь. Ну, примерно. Вы что, где просверлили, там и найдёли? Да вы можете свалить до потери, до второго предшествия и ничего не найти на Марсе. Это очень бескорно. Ещё один вопрос. Георгий Иванович, а вопрос у меня один. А какая всё-таки ожидаемая чувствительность дефекции, вот, спор, или, там, клеток, ну, у нас как была в мире, у меня есть такой, Захаров, ты его знаешь, да, и он мне просто какое-то время, это было год тому назад, всё время спрашивал, а можешь ли ты одну измерить? Могу, в принципе. но, вот, я могу измерить одну микробу, да, и я получу нормальный, хороший спектр. Для тебя я сделаю специально как мне, вот эту одну микробу положить под луч, я не знаю. Ну, мы это пробовали делать. И, в принципе, видно, всё видно. Если это чистая микроба, там нет никаких. Если, конечно, фоновый состав больше существа на микроб, может быть, мы не вытащим. Вытащим. Но, если это на 50-50, то можем вытаскивать. Но, это всё, у нас ещё есть 3-4 года для того, чтобы вот эти вещи отрабатывать. Поэтому, я и приглашаю тебя, к себе, к себе, чтобы ты там критиковал бы, как следует. Ну, нет, незачем. И ещё, вот всё-таки, вот в таких вот экспериментах как-то планируется верифицировать. Это всё очень хорошо, то, что вот, допустим, вот такой метод. А какие ещё пути для доказательства наличия, вот спор в реальных таких образцах? Ну, конечно, если, допустим, нашим. Я сейчас скажу. Значит, вот этот прибор называется лимб. Он упрощён, например. Угу. Потому что там нет системы для отмыва отмыва грунта. Угу. А есть у нас другое. Он называется Абимас, который прошёл отбор на экзомарс. А потом сняли манипулятор, бур, и так далее. Да и заодно этот прибор тоже сняли. А то, что было написано там, что прибор может измерять и пыль, и достаточно интересные результаты может быть получен элементный неготовный состав пыли. На это эти люди, которые, они вообще, так сказать, я думаю, что даже не подумали прочитать. Вот и оставить. Ну, конечно, там путь прибор проанализирует.